Доброе утро! С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Здравствуйте! Как всегда, сегодня будет много интересного, так что оставайтесь с нами. Сегодня в выпуске вы увидите. Задача – остаться в лидерах. Глава округа выступил с ежегодным отчетом об итогах проделанной за 2022 год работы и рассказал о планах на ближайшее время. Благоустройство в горках десятых. Андрей Иванов проинспектировал спортивные объекты и детские игровые площадки в поселке. В основе преобразований – мнение жителей. Общественное обсуждение благоустройства районного лесопарка состоялось в Трехгорке. Совершенствовать актерское мастерство. В Звенигороде открылась Международная летняя школа Союза театральных деятелей России. Вперед к победе! Об успехах юных воспитанников секции по бадминтону спортшколы Одинцова в репортаже нашего корреспондента. Сегодня среда, 28 июня. В этот день, в 1946 году, на Горьковском автозаводе, носившем тогда имя Вячеслава Молотова, собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей – ГАЗ-М20. Победа! С четырехцилиндровым двигателем. Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Это позволило максимально расширить внутреннее пространство, сделать салон более комфортабельным и свободнее расположить пассажиров. При этом для своего времени Победа отличалась великолепной отделкой и оборудованием. На Горьковском заводе Победа выпускалась до 1958 года. Всего было выпущено более 240 тысяч автомобилей. Предлагаю узнать, какими еще интересными и значимыми событиями запомнилось 28 июня. 28 июня 1914 года в Сараево был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник Австро-Венгерского престола и его супруга герцогиня София Гогенберг. Покушение на эрцгерцога осуществила конспиративная группа «Молодая Босния». Политической целью убийства было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и последующее присоединение их к Великой Сербии. И это преступление послужило непосредственным поводом к развязыванию Первой мировой войны, в которую были вовлечены 38 независимых государств. Однако именно 28 июня стало и официальным окончанием Первой мировой войны. В этот день, но в 1919 году, был подписан Версальский мирный договор. Он стал одним из важнейших международных договоров начала 20 века. По соглашению немцы теряли все свои колониальные владения. Кроме того, Германии запрещалось иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки и суда водоизмещением более 10 тысяч тонн. Ее флот мог включать 6 легких броненосцев, 6 легких крейсеров, а также по 12 эсминцев и торпедных катеров. Такая крошечная армия была уже непригодна для обороны страны. Немцы посчитали этот унизительный договор диктатом победителей, и началась борьба против Версаля. 28 июня отмечается Международный день социального бизнеса. Дата выбрана в честь дня рождения социального предпринимателя и лауреата Нобелевской премии мира 2006 года за усилия по созданию экономического и социального развития снизу Мухаммада Юнуса. Он является пионером в сфере микрофинансирования и микрокредитования. В рамках Международного дня социального бизнеса в России традиционно проводятся круглые столы, семинары, тренинги, мозговые штурмы, выставки социальных проектов, конкурсы стартапов и тематические видеоконференции. Также сегодня отмечается День карусельной лошадки, День российского букмекера, День декларации о государственном суверенитете республики Адыгея и День клавиши Капслок. 28 июня 1577 года родился фламандский живописец эпохи барокко Питер Рубенс, а в 1712 французский писатель и философ Жан-Жак Руссо. Свой день рождения сегодня отмечают актер, режиссер, поэт, народный артист России Александр Панкратов-Черный, советский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион и тренер Николай Зимятов, американский киноактер, продюсер и сценарист Джон Кьюсак и советская и российская актриса театра и кино, педагог Яна Поплавская. И к новостям нашего округа. По итогам 2022 года Одинцовский округ занял первое место, стал лидером среди муниципалитетов Подмосковья в рейтинге 45. Достичь таких показателей удалось благодаря успешному выполнению всех социальных программ – государственных и муниципальных. Об итогах проделанной работы и планах на ближайшие годы рассказал глава округа Андрей Иванов на ежегодном отчете, который состоялся в администрации. О самых актуальных темах, которые были затронуты в докладе, в нашем репортаже. Экономика и образование, здравоохранение и экология, благоустройство и безопасность, ЖКХ, дороги и транспорт – эти и другие темы вошли в ежегодный отчет главы Одинцовского округа о проделанной работе за 2022 и планах на ближайшие годы. По итогам 2022 года Одинцовский округ занял первое место и стал лидером среди муниципалитетов Подмосковья в рейтинге 45. Система жесткой оценки работы в муниципалитете включает 45 конкретных и самых важных показателей, напрямую влияющих на качество жизни людей. Одинцовский округ вошел в зеленую зону по 40 показателям из 45, причем по 32 из них на первом месте. Это прежде всего выполнение всех социальных программ – и государственных, и муниципальных. Это и наши успехи в развитии образования, и в решении проблем обманутых дольщиков, и вовлечения неиспользуемых земель в оборот, и привлечения дополнительных инвестиций в территорию. Хочу вам всем напомнить, что в 2014 году мы стартовали почти с хвоста, с 48-го места. А сегодня мы стали лучшими. Андрей Иванов подчеркнул, что особое внимание в округе уделяется оказанию помощи участникам СВО. В поддержку военных организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Их семьи в полной мере ощущают внимание со стороны Фонда защитники Отечества и Центра поддержки семей военнослужащих. Большое внимание также уделили блоку социальных вопросов – здравоохранению и образованию, развитию инфраструктуры. Самая большая школа в истории Московской области, да, наверное, и в истории России тоже. И это самая большая школа. Никогда в стране в нашей не строили такие школы на 2200 человек. Это огромное суперсовременное здание, которое откроется в Одинцово 1 сентября. Высокие показатели стали результатом труда слаженной работы под руководством Андрея Иванова. Для них принцип работы остается прежним. Сегодня цель, завтра результат. Мы контролируем, вот партия «Единая Россия», фракция, наши депутаты. Постоянно ездим, смотрим, как идут реализации наших народных программ, которые поддерживаются и президентом, естественно, странным, и, конечно, губернатором. Выделены средства. И мы не видим пока никаких возможностей сбоя реализации всех наших планов. Я думаю, все у нас получится. И мы также успешно считаемся за 2023 год. Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Посевным работам в Подмосковье способствовала хорошая погода и своевременная подготовка к старту кампании. Так, яровыми культурами засеяли более 257 тысяч гектар земли. Зерновыми и зернобобовыми – почти 107 тысяч, а масличными – 39 тысяч гектар. Овощи открытого грунта и картофеля засеяны на площади почти в 22 тысячи гектар. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящему в нацпроект «Демография», в Подмосковье женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Услуга проводится бесплатно. Всего с начала года выполнено почти 2700 процедур ЭКО и еще порядка 2800 запланировано до конца года. Получить услугу можно, оформив квоту. Подробная инструкция и перечень необходимых для этого документов размещены на сайте Минздравоохранения Московской области. Несмотря на разгар сезона покоса и иных видов работ по повышению качества содержания территорий, ГУСТ акцентирует внимание ответственных организаций на соблюдении тишины и покоя граждан в утренние часы и ночное время. Проведение работ не рекомендуется. В будние дни с 20.00 до 8 часов утра, в выходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00 утра, а также ежедневно в обеденное время с 13.00 до 15.00. Косить траву лучше утром или в вечернее время, когда солнце неактивно, чтобы сохранить внешний облик зон зеленых насаждений, а соблюдение временных ограничений позволит не нарушать покой жителей. Минэнергетики Московской области реализуют программу повышения надежности электроснабжения. На данный момент в рамках реализации программы работы выполнены почти на 70%. Заменено 30 километров кабеля. В этом году программа повышения надежности охватила 26 городских округов Подмосковья, что на 5 округов больше, чем годом ранее. Всего в 2023 году заменят 557 опор линий электропередач, 81 километр кабеля и неизолированных проводов, отремонтируют оборудование 35 подстанций, реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторных подстанций. И вновь к новостям округа. Заменить плитку на пешеходных дорожках, по периметру спортивной площадки натянуть защитную сетку, обновить баскетбольные кольца и благоустроить хоккейную коробку. К таким выводам пришли представители администрации по итогам проведенной инспекции в поселке Горки-10. С места событий наш корреспондент. Уровень комфорта для жизни граждан определяется не только количеством благоустроенных мест, но и качеством их содержания. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел спортивные объекты и детские игровые комплексы в поселке Горки-10. Сами элементы в нормальном состоянии? Сами элементы, Андрей Иванович, в нормальном состоянии, в практике показывает, что этих элементов нам где-то не больше 5 лет, потому что тоже дерево. А потом замена или ремонт? Замена. Содержать в надлежащем состоянии необходимы не только детские игровые комплексы, но и покрытие пешеходных дорожек. Уличная плитка ежегодно подвергается морозостойкости. Регулярные переходы через ноль приводят к тому, что она начинает крошиться и разрушаться. А почему? От чего это? От удара лома или что? Соль. Ну, я думаю, реагент. Соль, реагент и время. По результату осмотра решено заменить плитку на пешеходных дорожках, по периметру спортивной площадки натянуть защитную сетку и обновить баскетбольные кольца. Работы по благоустройству хоккейной коробки вблизи дома номер 29 запланировали на 2024 год. Здесь произведут замену бортов, покрытие и скамеек. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В образовательном центре «Флагман» в Трехгорке состоялось общественное обсуждение благоустройства районного лесопарка. Он является любимым местом для прогулок горожан, а также через него проходит дорога до станции МЦД «Сколково». Работы по его улучшению будут проводиться в следующем году. Пожелания жителей лягут в основу предстоящих изменений. Мнение горожан выслушала и Полина Бахова. Наталья Графова купила квартиру возле парка в микрорайоне Трехгорка именно из-за этой природной зоны. Свой красивый лес местные жители искренне любят. Мы свой подушкинский лес очень любим. И у меня есть собака, я с ней гуляю. И по весне я почти всегда гуляю с пакетом. То есть я навожу порядок. Чтобы парк был еще более красивым и удобным, в Трехгорке мечтает каждый. На общественном обсуждении благоустройства лесной зоны жители предложили много интересных идей. Чтобы в парке было комфортно всем. И тем, кто на роликах, и тем, кто с коляской, и те, кто с палочкой. И тот, кто с собакой гуляет. Чтобы максимально создать уют для всех. Затронули проблему разделения пешеходов и велосипедистов. Велодорожка должна быть отдельной от пешеходного тротуара, уверены жители. А вот к предложению сделать отдельные зоны для шашлыков нужно относиться с осторожностью. Как показывает практика, такие мероприятия зачастую мешают размеренному отдыху и загрязняют территорию. Если вы поедете на улицу Говорова, например, в субботу, уже с кресенья, начиная с 11 утра и до 11 вечера, вы увидите, в каком ужасном состоянии эта территория. Люди, которые живут вдоль Говорова, просят это все наоборот демонтировать. Освещение дорожек, установка камер, очищение водоемов, организация скейт-зоны, постройка амфитеатра. Модераторы фиксировали предложения, которые потом будут сформированы в тех заданиях. По итогам мероприятия, которые называются соучаствующее проектирование, будут учтены, максимально учтены все пожелания жителей и сформировано техническое задание для следующего этапа работ, проектирования. Следующее общественное обсуждение состоится уже по поводу презентации проекта благоустройства этой территории. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. И к новостям Москвы. Сегодня на ряде улиц столицы будет перекрыто автомобильное движение. Такие ограничения вводятся из-за праздника Курбан-Байрам. Временные ограничения коснутся улиц Дурова, Щепкина, Мещанская, Гелеровского, Большой Татарской, Хачатуряна, Каргопольской и Минской. Также нескольких переулков и еще съездов с проспекта генерала Дорохова на улица Минская. Кроме того, в местах перекрытия будет временно недоступна парковка до окончания мероприятия. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршрут заранее. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. Новый участок метро от станции Селигирская до Фистеха запустят в ближайшие месяцы. Станция Леонозова готова уже на 76%. На всех станциях активно ведутся архитектурно-отделочные работы и устройства инженерных систем. Мэр Москвы объявил о планах по комплексному развитию территорий бывших промышленных зон, включая Выхина, Медведково, Соколиная гора и Черемушки. На месте устаревших объектов нежилой застройки планируется возвести современные жилые кварталы, предназначенные для переселения жителей по программе реновации. Тематический поезд, посвященный столетию московского спорта, начал курсировать в метро. Юбилейная дата считается началом спортивной истории столицы, когда были учреждены Высший совет физической культуры и его местное отделение. Каждый вагон оформлен в неповторимом стиле, посвященном легендарным московским спортсменам, командам и историческим событиям. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите совершенствовать актерское мастерство. В Звенигороде открылась Международная летняя школа Союза театральных деятелей России. Вперед к победе! Об успехах юных воспитанников секции под бадминтону спортшколы Одинцова в репортаже нашего корреспондента. И летний праздник в надежде. Творческие коллективы КДЦ имени Кобзона организовали для ребят из детского лагеря концерт и вручили подарки. В Звенигороде состоялось открытие Международной летней школы Союза театральных деятелей России. Молодые профессиональные актеры со всего мира будут совершенствовать свое мастерство. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров. Подробности у Полины Баховой. Екатерина Соловьева начинающая актриса. Профессию выбрала еще в школе. Сразу поступила в театральный институт и уже год работает в театре. Но нет пределу совершенству и чтобы повысить свое мастерство поступила в Международную летнюю школу Союза театральных деятелей России под руководством Александра Калягина. Когда ты работаешь в одном театре ты знаешь уже коллективы друг друга очень любите понимаете с полуслова а здесь получается такое некое приспособление к людям которых ты видишь вот первые несколько дней и вы начинаете сразу работать и это такой тоже эксперимент сплотиться, узнать друг друга и сделать что-то очень крутое и хорошее в плане как спектакль Ребят ждут интенсивные занятия на протяжении месяца ведущие специалисты из лучших вузов страны по уникальным авторским методикам будут проводить мастер-классы по разным направлениям У нас с утра начинаются всякие занятия это сценическая речь это актерское мастерство это сцен движения, танец и вокал ну все как в общем институте в театральном и дальше во второй половине дня начинаются репетиции все зависит от того, какому режиссеру ты попадаешь завтра у нас будет кастинг еще один 87 студентов из 10 стран мира встретятся на театральной площадке на сцене нет места разделению здесь правят правила русской культуры литературы, драматургии и настоящего профессионализма уверен Александр Калягин расставание после окончания школы каждый раз со слезами на глазах вот через месяц заканчивается учеба и что с ними делается как они плачут как они дают адреса как они с юмором и с таким щемящим каким-то состоянием обнимают педагогов мастеров как они говорят и что они говорят по итогам обучения студенты представят постановки пяти спектаклей два драматических, кукольный, пластический и экспериментальный выпускники получат диплом о повышении квалификации обучение в школе проходит бесплатно Полина Бахова, телекомпания Одинцова Спасибо, друзья! Немного о спорте профессиональная работа тренеров и высокие достижения ребят в спортивной школе Одинцова одним из популярных направлений уже многие годы остается бадминтон об успехах юных спортсменов и планах на будущее расскажет Екатерина Крамор Ракетки, валанчик и, конечно же, внимание правильно играть и выигрывать этому учат воспитанников спортшколы Одинцова Здесь к каждой возрастной группе индивидуальный подход занятия проходят ежедневно Бывает, да сейчас в этом лагере по две треневки в день тренирую детей в возрасте от 11 примерно и так далее потому что есть взрослые ребята которым уже и 19-20 лет они остаются все равно в системе сборных команд России до 21-го года и тренируются здесь также так вот, средний возраст где-то 14 лет Прежде чем попасть в основной состав воспитанников секции спортшколы по бадминтону необходимо начать обучение в начальных группах где с ребятами занимаются 6 лет Если малыши показывают результат на тренировках то переходят в группу повышенной квалификации В этом году спортсмены уже успели выступить на всероссийских соревнованиях Все турниры в Казани мы играли в Саратове мы играли и везде занимали первые, вторые места в каких-то разных разрядах Например, где-то мы выигрывали кто-то выиграл одиночку кто-то выиграл пару У нас личный вид спорта поэтому не все, конечно но на одном турнире одни себя очень хорошо проявляли но мы всегда с медалью и всегда с золотыми медальями с какого-то турнира мы приезжали Арина в 2017 году поехала на сборы по бадминтону вместе с братом и сестрой После чего начала тренироваться и сама С тех пор юная спортсменка участвовала в различных соревнованиях На данный момент готовится к первенству Московской области чтобы и там показать высокий результат В конце марта в Казани я завоевала два серебра и бронзу Потом еще проходили в Саратове в феврале Крустальный баллан завоевала там тоже два серебра Скоро у ребят начнется новый спортивный сбор но перед ним они наберутся сил и отдохнут В этом году юным спортсменам еще предстоит выступить на первенстве России до 15 лет который пройдет в Санкт-Петербурге в октябре Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова И к новостям России В Нижегородской области пройдет фестиваль «Ромашковый лук» Мероприятие приурочено ко дню семьи, любви и верности Это прекрасный повод собраться с семьей на берегу красивого пруда Творческая атмосфера, новые впечатления и знакомства подарят яркие эмоции и детям, и взрослым С другими новостями России познакомим вас прямо сейчас В России создан микроскопический дрон-разведчик Беспилотный летательный аппарат имеет чрезвычайно малые габариты Его масса составляет всего 21 грамм В снаряженном состоянии 32 грамма Аппарат способен держаться в воздухе от 4 до 7 минут Госдума в третьем чтении приняла закон о новых правилах получения водительских прав Теперь в России будут признавать недействительными национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года со дня легализации в стране Водителям придется заменить иностранные права, которые были оформлены за границей во время длительного пребывания там Чтобы получить российский документ, нужно будет сдать теоретический экзамен и предоставить справку об отсутствии противопоказаний к управлению С космодрома Восточный вывели на орбиту гидрометеорологический спутник Метеор-М Аппарат запустили при помощи ракеты-носителя Он добрался до нужной орбиты и отделился от разгонного блока Метеор-М предназначен для мониторинга климата, природных ресурсов и реализации других задач Возвращаемся к новостям нашего округа В школе «Надежда» прошел летний праздник В завершении смены детского лагеря творческие коллективы КДЦ имени Иосифа Кобзона привезли ребятам музыкальные номера, организовали концерт и подарили незабываемые эмоции А фонд «Ратник» вручил подарки Подробности в нашей рубрике про добро От этих ребят действительно исходит, как в песне, свет и искренняя радость Подопечные школы «Надежда» сегодня завершают смену в летнем лагере Для них это было незабываемое яркое приключение с занятиями, праздниками, походами и массой впечатлений Мы занимались и психологией, и логопедией, и коррекцией То есть это был, знаете, можно сказать, не повесить этого слова, летний интенсив Потому что дети занимались всесторонним развитием В том числе мы даже ходили в походы И было туристическое очень большое направление То есть ребятам рассказывали с компасом, как, где, куда ходить Творческие коллективы культурно-досугового центра имени Кобзона подготовили для ребят концерт Насладиться выступлениями профессиональных музыкантов, певцов и артистов Особенным детям выпадает нечасто Для гостей это не первое выступление здесь И каждый раз они заряжаются положительной энергией Для нас эта аудитория знакомая Это очень добрые дети Замечательные, с открытыми сердцами Для них мы приезжаем, мне кажется, это праздник Поэтому сегодня мы для них будем делать этот концерт Русские народные и детские песни, зажигательные танцы и живая музыка баяна Ладошки ребят просто горели от аплодисментов, а куплеты песен они дружно пели все вместе В завершении праздника фонд «Ратник» подарил всем подарки Дарим радость детям, чтобы они могли почувствовать себя немножечко уютно Чтобы им было уютно, чтобы им было тепло, радостно А мы, наша задача – организовать им этот досуг Впереди у ребят два месяца жаркого и солнечного лета В которые они, несомненно, заберут эти яркие впечатления Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова К Олимпийским играм 2024 года в Париже Франция планирует запустить сервис летающих такси Аппарат немецкого производства приводит в движение электричеством Он питается от бортовых аккумуляторов Дальность его полета составляет 35 км, а максимальная скорость – 110 км в час Летающее такси может приземляться на пространстве диаметром 15 метров Что подходит для взлета и посадки в городах С другими мировыми новостями познакомим вас в нашей рубрике Часть города Бровард во Флориде поместили под карантин Чтобы уничтожить переносящую паразитов гигантскую африканскую улитку эскарго Жители смогут свободно перемещаться из зоны обработки Но им будет запрещено перевозить любые растительные материалы В которых могут находиться яйца мамонтовых моллюсков Улитки признаны одними из самых вредных в мире Они переносят паразита, получившего название крысиный легочный червь Который может вызывать менингит у людей Также они способны уничтожать растительность Так как питаются более чем 500 видами растений 59-летний индонезийский рыбак с острова Калимантан Уже более 20 лет дружит с огромным морским крокодилом по кличке Риско Четырехметровая рептилия и амбо познакомились Когда крокодил был всего около метра в длину Риско следовал за лодкой, провожая рыбака до дома В какой-то момент он решил его покормить Это стало началом прекрасной дружбы С годами два друга стали очень близки Риско часто плывет рядом с лодкой амбо И не уходит, пока он не погладит ее по спине Когда амбо уезжает из деревни, то подкармливают рептилию соседи Американка завещала свой особняк стоимостью 2,5 миллиона долларов Семи кошкам, с которыми жила Нэнси Зауэр, которая умерла в прошлом году Перед смертью также завещала своим питомцам И неустановленное наследство, предназначенное для покрытия их расходов на всю жизнь Дом нельзя продать, пока оттуда не уйдет последний год Женщина указала, что питомцы должны и дальше жить вместе Потому что тяжело переживают разлуку Кошки жили одни в доме в течение 6 месяцев Пока суд не постановил, что их следует переместить в место Где о них можно лучше позаботиться И о погоде По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурный день К вечеру возможен дождь Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла Ночью около плюс 14 Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду Атмосферное давление слегка пониженное 739 миллиметров ртутного столба Относительная влажность воздуха 55% Геомагнитное поле спокойное На этом наш выпуск подошел к концу Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе Смотрите в наших информационных выпусках А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ С новостями молодежной редакции Можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь Если же вы стали очевидцем происшествия Или у вас есть интересные новости Присылайте их нам в чат-бот по QR-коду Которую вы видите на ваших экранах Вы смотрели «Утро на ОТВ» С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова Всего вам самого доброго Удачного рабочего дня Сегодня среда, так что середина рабочей недели Ну и, естественно, отличного вечера Всего доброго, до свидания До свидания